всем здравствуйте хочу предложить сегодня связать вам вот такие пинеточки пинеточки вяжутся несложно вязать мы будем их из пряжи на к супер baby это стопроцентный акрил 50 граммах 180 метров спицы для вязания номер 3 возьмем длина подошвы пинеточки равняется 8 сантиметрам это соответствует возрасту ребеночка от 0 до 2 месяцев вязание этой пинеточки начинается с подошвы для этой модели мы наберем на спицы 28 петель и будем вязать вот по этой схеме что хочу еще сказать касательно размера в одном из комментариев было написано что пинетки не понравились потому что связала и получились на двухлетнего ребенка используем мои расчеты но к расчетам я еще указываю пряжу длина идет какая это был комментарий вот к этим пинеточкам здесь мы на подошву набирали 34 петли но пряжа 100 граммах 425 метра если же у вас пряжа была намного толще к примеру как вот смотрите какая толщина пряжи и какая здесь то конечно получится размер намного больше а вот и ниточки связанные и из такой пряжи как я вам показала только что из толстенькой и давайте померяем какая же длина подошвы здесь будет смотрите почти 10 сантиметров при том что наборный ряд здесь петелечек меньше набирался здесь 26 петель всего было и вот насколько увеличился размер так что при вывязывании пинеток вы пожалуйста учитывайте толщину пряжи чтобы избежать вот таких нюансов набираем на спицы 28 петель и будем вязать подошву пинетки набрав на спицы 28 петель 1 ряд мы провязываем лицевые петли поворачиваем вязание кромочную петельку снимаем 1 лицевая петля накид одеваем маркер 11 лицевых петель отделяем маркером делаем накид 2 лицевые накид маркером отделяем 11 лицевых также их отделяем маркером накид лицевая и кромочная повернув вязание кромочную снимаем изнаночном ряду мы всегда будем провязывать наши накиды за заднюю стеночку чтобы не было нас здесь дырочек дальше 11 лицевых 2 накид за заднюю стеночку 2 лицевые 3 накид за заднюю стеночку 4 накид за заднюю стеночку провязали лицевая и кромочная последняя петелька развернув вязание это у нас четвертый ряд 2 лицевые накид 11 лицевых 2 лицевые накид за заднюю стеночку провязали накид 11 лицевых 3 лицевые накид за заднюю стеночку провязали накид и маркер снимаем накид 2 лицевые и кромочные повернув вязание здесь мы провязываем наши накиды изнаночная сторона работы накид и закидываем заднюю стеночку провязываем 11 петель 4 накид 2 лицевые и кромочные и так мы будем продолжать вязать нашу подошву вот по этой схеме продолжаем вязание провязали мы с вами подошву 12 рядов на спице в нас сейчас находится 48 петель будем приступать к вывязыванию высочка кромочную снимаем провязываем 15 петель 15 петель это будет вместе с кромочной 15 одеваем маркер центральной части у нас здесь 18 петель одеваем маркер и до конца ряда у нас 15 петель вяжем лицевыми петлями повернув вязание 15 петель мы вяжем лицевыми петлями перебросим маркер центральная часть на здесь вот на пинеточки у нас идет лицевая значит с изнаночной стороны мы вяжем изнаночные петли и и Продолжение следует... Провязали 18 петель. Следующие 15 петель мы вяжем лицевыми петлями. Поворачиваем вязание. У нас получается, центральная часть вяжется чулочной вязкой. Здесь будут лицевые петелечки, а боковая часть платочной вязкой. Поверну вязание. Снимаем кромочную. Провязываем лицевые петли до маркера. Перебросим маркер. Теперь нам надо провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Чтобы красиво ложилась косичка, вот в этой части. Сейчас мы здесь с вами вяжем. Я разверну петелечки. Вот так. И провязываю их за заднюю стеночку. Провязали 14 лицевых петель. Теперь нам надо провязать 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязывать будем за переднюю стеночку. и 15 лицевых петель. Поворачиваем вязание. Снова провязываем 15 лицевых петелек вместе с кромочной. Довязав до маркера, продолжаем вывязывать изнаночные петли. 15 лицевых петель. И так у нас изнаночный ряд постоянно будет в этой части лицевые. В центральной части изнаночные петли и в этой 15 петель также лицевые петли будут. В лицевом ряду все петли будут лицевые. Продолжаем вязание. Вяжем кромочную сняли и вяжем лицевые петли до маркера. Теперь вяжем 2 петельки вместе с наклоном влево. Разворачиваем петли и вяжем за заднюю стеночку. Вяжем кромочную петлю и вяжем кромочную петлю. Вяжем кромочную петлю до конца ряда. Вяжем кромочную петлю. Изнаночные петли между маркером вяжем. И лицевые петельки до конца ряда. И вот уже у нас видно мысочек пинеточки. Итак, мы продолжаем вязание по схеме. Мы с вами провязали 30 рядов. На спице у нас 32 петли. Вот наша работа. Мы с вами вывязали мысочек пинетки. Дальше мы с вами будем вязать резиночку. У меня резиночка связана 1 на 1 высотой 28 рядов. Кто хочет более высокий манжет, провяжите больше рядов. Вяжем кромочную петлю. Приступаем к вывязыванию резиночки. Кромочную снимаем. Одна лицевая. Одна изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Продолжаем вязание. Повернув вязание, мы продолжаем вязать резинку. Одна лицевая, одна изнаночная. Повязав манжет до желаемой высоты резиночкой, мы будем закрывать петельки. Закрывать будем с изнаночной стороны. Почему? Чтобы после закрытия петель, после того, как мы отвернем манжетик, у нас здесь была вот такая красивая косичка. Начинаем закрывать петельки. Кромочную мы сняли. Здесь у нас петля провязана лицевой, мы ее и провязываем лицевой. И вот так мы закрыли. Следующая у нас петелька изнаночная. Мы ее вяжем изнаночной. И перебрасываем петельку вот так. Лицевой. И закрываем. Изнаночная. И так же закрываем. И так мы продолжаем вязать до конца ряда. Закрываем последние петелечки. Оставляем хвостик подлиннее, чтобы нам было чем сшивать пинеточку. На этом вязание пинеточки закончено. Теперь нам остается ее сшить. Вот такие у нас с вами получились пинеточки. До свидания. Продолжаем. Продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok